что и говорить появление нового кроссовера seat мы заждались ведь дебют отека был намечен еще на конец лета 2016 года но мы верили в успех этого предприятия и вот одними из первых тестируем отеку у нас в киеве всем привет с вами инфокарю и поехали конечно некоторые из вас могут спросить а как же experience но давайте смотреть правде в глаза ведь experience это универсал повышенной проходимости а отека все-таки полноценный кроссовер но действительно когда-то в свое время experience стал пробой пера для компании на этой ниве чести импортера должен отметить что отека предлагается у нас во всем разнообразие модификаций базовой служит версия с литровым мотором на 115 сил и механикой в начальной комплектации reference за 21 тысячу пятьсот долларов сша ну а топовая комплектация excellence правда без учета допов потянет на 39 тысяч 800 долларов сша что касается тестовой атака то здесь под капотом 1.4 tsi шестиступенчатая dsg и полный привод все это в комплектации excellence и оценивается в 33 тысячи 300 долларов сша но в нашей машине есть еще и опции самые интересные из которых ну на мой взгляд это панорамная крыша навигационный комплекс с восьмидюймовым экраном парк пилот система кругового обзора и кое-что по мелочи скажем но все вместе это потянуло уже на сорок две тысячи долларов сша достаточно немало согласитесь прообразом для новой атаки послужил концепт 20 в 20 который испанцы продемонстрировали публике в 2015 году краеугольным камнем дизайна экстерьера в прямом и переносном смысле является изобилие острых углов и правильных линий обратите внимание оптика решетки радиатора линия остекления и даже наружные зеркала выполнены подчеркнуто угловатыми во всем автомобиле вы едва ли найдете пару плавных изогнутых линий ну кроме колес конечно же а еще колесных арок похожие формы они у skoda kodiaq а вот у volkswagen tiguan в его новом поколении уже круглые возможно таким образом в концерне вак разделяют модели на премиальные и нет тем не менее принадлежность seat ateka к концерну по внешней стилистике сомнений не вызывает если уж мы с вами затеяли такое сравнение то уместным будет сказать что в длину отека составляет 436 метра а ее колесная база 264 а это меньше чем у tiguan и меньше чем у подавляющего большинства кроссоверов csu сегмента хотя мы с вами понимаем что конкурировать она будет именно с ними салоне отека почти полностью повторяет своего легкового собрата модель leon но все же есть некоторые отличия совсем чуть-чуть есть изменения в передней панели и больше разницы в оформлении центральной консоли и в дверных картах плюс к этому в атаке просторнее и благодаря установке сидений и благодаря чуть большему кузову в целом и вот в частности сама передняя панель она немножечко выше и обеспечивает больше простора в ногах переднее сидение можно опустить настолько низко что я для удобства даже немного поднял свое и это при росте метр восемьдесят два кстати в качестве опции она здесь идет с электрорегулировкой рабочее место вполне ожидаемо радует удобством посадки хорошей эргономикой и простотой управления всеми элементами хотя признаюсь честно меня немного смутили придвинутые к водителю педали и опять же рулевое колесо приборы мультимедийная система все это знакомо нам поле он они здесь точно такие же отличие торпеда кроется в буквальном смысле в нескольких штрихах здесь слегка иной козырек панели приборов и добавлены вот такие вот линии по верху и перед передним пассажиров кстати если говорить о материалах то верхняя часть передней панели вся из мягкого пластика а вот здесь внизу уже очень и очень твердо и что действительно вот отличается как я уже сказал это центральная часть потому что во первых здесь электромеханический ручник а во вторых шайба выбора режимов езды которых здесь насчитывается целых шесть о них я обязательно расскажу несколько позже а пока давайте пробежимся по возможностям мультимедийной системы насыщенное меню получила хорошую визуализацию а для большего удобства существует сенсор движения вы только подносите к экрану руку а он уже приготовил основные виртуальные клавиши к нажатию работает система достаточно быстро и не задумывается даже на навигации она кстати очень подробно и уже знакома нам по другим моделям ваг вдобавок мультимедиа есть масса вспомогательной информации для различных режимов езды вы знаете пересаживаешься на задний ряд сидений и понимаешь что здесь уже все как-то попроще подешевле что ли ну вот например кожаных вставок на сидениях уже нет хотя алькантара осталось впрочем это никак не касается удобства самой посадки и простора в салоне потому что благодаря вот конструкции кузова которая приближена к прямоугольной или квадратной мы получаем достаточную высоту потолка мы получаем практически вертикальные боковые но грубо говоря стенки то есть стойки двери и поэтому объем который присутствует на задних сидениях он совершенно вас не стесняет как не стесняет и пространство до впереди стоящих сидений опять же она как всегда отрегулирована под меня и здесь еще добрый запас в ладонь а то и больше это опять же при росте метр восемьдесят два еще у нас имеются дефлекторы обдува которые можно закрыть если вам не нужен обдув и внушительные карманы в дверных картах теперь давайте посмотрим как себя будет чувствовать третий пассажир если вы возьмем его с собой в дорогу ну что ж относительно неплохо потому что он не упрется в потолок а точнее в шторку потому что здесь у нас напомню панорамная крыша шторка убирается и открывает отличный вид над головами так вот место здесь достаточно даже закрытой шторкой ну по ширине конечно будет не очень просторно но тем не менее ну и конечно высокий центральный тоннель также не могу не отметить хотелось бы чтобы он был поменьше но напомню здесь все таки полный привод поэтому он здесь по крайней мере чем-то оправдан ну и вот в завершение такой подлокотник у нас имеется на два подстаканника а за ним кстати есть отдельный лючок для перевоза длинномеров хороший лючок кстати для тех же лыс или какого-то еще груза отлично подойдет так закрываем складываем и вот перед выходом отмечу что опять же вот это вот дешевизна да в чем проявилась если пластик на передних дверных картах еще мягкий на грани скажем так то здесь уже абсолютно твердый он даже отличается по цвету и фактуре идем смотреть багажник так открывается пятая дверь с помощью электропривода это опция открывается на достаточную для меня высоту как видите помещаешь свободно и так объем заявлены 485 литров мы сейчас по-быстрому перемерили его рулеткой и вот если представить что здесь вот у нас куб находится до без учета вот этих вот не что получается объем где-то 445 литров примерно столько то есть в глубину 82 в ширину 101 и по высоте 54 вот то есть в принципе все совпадает если мы возьмем еще вот эти вот нишу то получим как раз заявленные 485 литров теперь смотрим что у нас под фальшполом под фальшполом докатка а в ней живется буфер seat sound интересно какой на самом деле здесь поставщик акустики ну как всегда ниши для мелочевки инструмент ничего нового теперь что касается складывания сидений здесь есть вот такие вот удобные клавиши одна сторона и другая да образуется небольшой уступ небольшая ступенька все же есть но тем не менее если бы переставлять сам фальшпол еще выше то получилось бы что мы теряем в объеме итак жмем призывно мигающую кнопку старт и атака готова отправляться в путь уже буквально с первых километров она показывает свой задорный молодецкий характер 150 сил и 250 ньютонов крутящего момента в диапазоне от полутора тысяч до трех с половиной позволяют ехать очень динамично и если помнить с точно таким же мотором я не так давно тестировал skoda kodiaq это было на горных серпантинах на малюрке так вот если тогда этого мотора хватало даже kodiaq а он примерно на 200 килограмм тяжелее и опять же дороги были то то вверх то закрученные серпантины то здесь на равнинной городской местности этого силового агрегата более чем достаточно и для обычной езды и для динамичной но давайте-ка подкрепим наши впечатления цифрами и фактами а нам обещан разгон до сотни за 8,9 секунд ну что проверяем напомним что для заправки тестовых машин мы выбрали сеть азс у крафта реализующую в киеве литовское топливо орле к тому же теперь имеем возможность объективно сравнивать их расход и динамику зная что в баке топлива стабильного качества чтобы взбодрить атаку буквально одним движением достаточно перевести с электрокоробки передач в режим спорт тогда вы сможете использовать потенциал мотора полным образом но если говорить о работе автомата в целом а здесь напомню это шестиступенчатый преселектив то бишь dsg с мокрым сцеплением то мне она не очень понравилась она все время демонстрировала какой-то резкий несколько нервный характер иногда были заменки при необходимости вот с малых скоростей ускориться быстро и тогда она задумывалась потом выстреливала полнее получается что вот это вот нервозность она буквально вести драйв присутствовала из-за этого сложилось такое не совсем положительное впечатление хотя по быстроте смены передач вопросов никаких нет я конечно понимаю что вот это вот горячая испанская кровь она бурлит в недрах этого кроссовера все-таки его происхождение оказывает но с другой стороны когда хочется плавной размеренной езды то приходится прибегать уже к специальным мерам то есть обычного режима недостаточно лучше переводить автомобиль с помощью вот этого селектора шайбы экорежим конечно в этом режиме атака едет словно наехала на жвачку очень медленно подчеркнуто плавно и даже на резкие нажатия газа она не реагирует как в обычном режиме не то что в спорт но с другой стороны этот экорежим он оправдан тем что он действительно экономичный и езда действительно становится плавнее а если говорить об экономии то за лучшие мои поездки скажем так мне удавалось сэкономить 2 литра против среднего расхода в городе какова цифра среднего расхода в городе я скажу чуть позже что касается остальных режимов то это упомянутые обычный спортивный а также зимний внедорожный и индивидуальный в каждом из них меняется чувствительность органов управления алгоритм работы коробки передач систему стабилизации и вспомогательной электроники но в индивидуальном почти каждый из этих параметров можно настроить самому кстати адаптивное шасси на атаку не предлагается даже за доплату однако какие бы режимы я не выбирал ощутить изменения в работе рулевого мне так и не удалось ну возможно плохо прислушивался хотя с другой стороны какие-либо дополнения ему и не нужны потому что она в меру информативное с хорошей обратной связью и выверенным усилием на нем то есть на скорости она слегка тяжелее ты вот это как раз то что надо а что мне понравилось больше всего это то какой у автомобиля выворот и радиус разворота по-моему здесь все просто отлично и атака разворачивается буквально на пятачке подвеска оставляет двоякое впечатление она демонстрирует хороший баланс между устойчивостью поворотах и мягкостью прохождения неровностей причем довольно крупных но часто досаждает перебиранием всей дорожной мелочевки иногда это происходит со звуковым сопровождением и все же с нашими дорогами она бороться готова при заявленном клиренсе в 190 миллиметров отека смогла взять планку только в 160 жаль я рассчитывал на больше испытание на бездоре начнем с диагоналки вот мы вывесили я вам скажу она так и достаточно бодро ползла вперед если бы уже не начал упираться бампером ну чтобы его не сорвать пришлось остановиться это как раз то что нам надо смотрите по ходу задние подвески ну в среднем среднем не далеко не максимальная но в принципе не минимальное значение то есть где-то если сравнивать по всем кроссовером где-то серединке на будут находиться так и закрываем без проблем теперь багажник да практически так же как и на ровно стоящей машине закрываем с кнопки закрылся все в порядке ну и эта дверь тоже да тоже без проблем теперь сползаем аккуратно обратно едем на нашу любимую песчаную горку в основе постоянного полного привода атаки под коммерческим названием for drive лежит многодисковая муфта haldex 5 поколения на заднюю ось постоянно передается несколько процентов крутящего момента а при необходимости электроника мгновенно перекидывает туда до 50 процентов тяги электроника неплохо обучена бороться с диагональным вывешиванием и вообще умеет грести всеми четырьмя но как видите на наш любимый песчаный холм мы заехали все же не с первого раза но он нам таки покорился если говорить об обзорности то здесь есть несколько важных дополнений ну классика жанра это обзор по зеркалам здесь в принципе все нормально разве что салонное оно узковато буквально вот впритык по размеру стекла 5 двери а теперь что касается нюансов ну как вы уже знаете наш автомобиль оснащен системой кругового обзора так вот она здорово выручает на парковке при том что вы можете укрупнять изображение с каждой из четырех камер а плюс к этому для плохой какой-то слякотной погоды у задней камеры предусмотрен даже маленький омыватель вот поэтому она у вас никогда грязно не будет соответственно это отличное подспорье в каких-либо маневрах в тесных дворах или еще на каких-то тесных парковках второй немаловажный нюанс это то что в лобовом у нас присутствует подогрев с помощью видимых нитей и слова видимых я бы написал большими буквами потому что они очень видимы ну по крайней мере для моего глаза и ситуация усугубляется еще тем что в темное время эти нити они слегка рассеивают встречный свет пары и создается некоторый дискомфорт к нему я не смог привыкнуть за время теста и думаю вряд ли бы и смог если бы машина была у меня в длительной эксплуатации а вот головная оптика мне очень понравилось потому что здесь установлены полностью светодиодные фары и они кстати являются стандартными для максимальной комплектации понравились они мне потому что освещают дорогу на приличную дальность и на широкий угол то есть перед вами хорошо освещенная я бы сказал освещенная как днем площадь и в темное время суток это очень выручает причем свет он ровный белый он не имеет такой вот четкой грани как ксенон но с другой стороны дает вам отличную видимость в темное время что касается расхода то за время теста он составил 9 9 с половиной литров и я считаю это несколько многовато потому что в техно активе этого автомобиля имеется несколько прикольных фишек первое это тот самый экорежим и в нем трансмиссия будет очень часто размыкаться как бы переходить на нейтраль и чтобы увеличить выкат автомобиля это действительно помогает сэкономить а если вы едете в обычном режиме и опять же движетесь накатом например спускайте с горки то система может отключать два из четырех цилиндров и при всем при этом у нас получилось девять с половиной литров это много одно с другой стороны если перейти в эко режим и ездить очень спокойно выверенно и если там дорожная обстановка в городе будет этому способствовать то можно уйти на вот эти самые 7 литров на сотню это именно тот показатель про который я говорил на два литра меньше чем вот мои средние 9 по городу но вот такой распад получился и так сяд от эко был долгожданным кроссовером и мне кажется это ожидание было не зря своим появлением он не разочаровал хотя в ходе сегодняшнего теста у нас и возникли к нему некоторые вопросы кое-что он до конца защитить не смог но тем не менее в его активе стильный и привлекательный дизайн потому что за время теста опять же мы ловили на себе немало удивленных и вопросительных взглядов хотя казалось бы сейчас кроссоверов столько что какой-либо новинкой удивит кого кого-нибудь сложно здесь просторный салон просторный же багажник при компактных внешних габаритах и хорошая ваговская начинка причем она предлагается с меньшей наценкой чем у собратьев по концерну скажем так конечно цены не бросовые новинка все-таки но как на мой взгляд вполне конкурентоспособны конечно же есть соперники у которых входной порог цены чуть ниже есть у которых чуть выше так что будет чем сравнивать и о чем задуматься потенциальному покупателю мне же еще понравилось это что а теку можно вполне серьезно нафаршировать ну например как наш тестовый экземпляр конечно я далек от мысли что многие из проданных а так будут оснащены именно вот в таком уровне со всеми возможными дополнительными опциями ну практически со всеми но тем не менее опять же возможность выбора это всегда хорошо кто-то себе одну обсуду закажет кто-то 5 и так далее так что на мой взгляд потенциальным соперником атаки на этом рынке и в этом сегменте придется потесниться ну а я же прощаюсь с вами до следующих тест-драйвов ни гвоздя ни жезла не забывайте комментировать лайкать и подписываться на нашем канале всего доброго счастливо